Всем привет! Вы на канале Вкусный Уголок. Сегодня испечем постный торт без яиц, молока и сливочного масла. Продукты, которые потребуются, вы видите на экране. Итак, начнем. Первым делом включаем духовку на 180 градусов и оставляем разогреваться. Затем берем емкость, выливаем сюда 300 мл воды комнатной температуры. Добавляем пол чайной ложки соли. 120 грамм сахара, 90 грамм растительного масла без запаха. И все это хорошо перемешиваем венчиком до растворения сахара и соли. Затем просеиваем сюда 40 грамм какао. Это примерно 2 столовые ложки с такой небольшой горкой. Понемногу просеиваем муку. Добавляем пакетик разрыхлителя 10 грамм и замешиваем тесто. Вот посмотрите, примерно вот такой густоты у вас должно получиться тесто. У меня сюда ушло 270 грамм муки. У вас может уйти немного больше, либо меньше. До гладкости вымешивать тесто не нужно. Даже если осталось пару комочков, то это ничего страшного. И пока это тесто оставляем в сторонку. Сразу же очень быстро берем вторую емкость. То есть продукты для торта у вас должны быть все уже подготовлены заранее. Выливаем в нее 250 грамм воды. Добавляем сок одного небольшого апельсина. У меня примерно грамм 70 получилось. 120 грамм сахара. Пол чайной ложки соли. 90 грамм растительного масла без запаха. И перемешиваем до растворения сахара и соли. Затем сюда добавляем цедру одного небольшого апельсина. Грамм 70 измельченных орехов. У меня аракис пополам с грецкими. Просеиваем муку. Добавляем пакетик разрыхлителя и замешиваем тесто. Тоже долго вымешивать ничего не нужно. У меня ушло 300 грамм муки. Берем формы. У меня две вот такие разъемные диаметром 22 сантиметра. Дно я устелила пергаментной бумагой. Бока ничем смазывать не буду. И выкладываю в них тесто. Все, ставим в духовку. Напомню, разогретую до 180 градусов примерно минут на 45. Ну а там уже смотрите по своей духовке. Проверяйте зубочисткой. Бисквиты готовы. Оставлю их минут на 20. Затем вытащу из формы. И уже на решетке оставлю полностью остыпать. Ну а тем временем приготовим крем. Для него я возьму варенье. В принципе подойдет любое. Но оно должно быть вот такое. Видите, не очень густое. У меня сегодня клубничное. Я его выливаю в казанок. Ставлю на огонь. И прогреваю до хорошо горячего состояния. Примерно градусов 70. Затем в горячее варенье добавляем 200 грамм черного горького шоколада. У меня 72%. Его нужно поломать как можно мельче. И теперь непрерывно перемешиваем до тех пор, пока шоколад полностью не растает. Вот посмотрите, вот такая шоколадная масса у вас должна получиться. Густоту этого крема вы можете регулировать сами, добавив больше либо меньше шоколада или варенья. А также чем гуще варенье, тем гуще получится у вас крем. Теперь накрываем его пищевой пленкой, так чтобы она соприкасалась с кремом. Все, и вот в таком виде оставляем полностью остыть до комнатной температуры. Если есть время, то можно еще на 1 час поставить в холодильник. У меня уже время прошло, все остыло. И теперь я хочу разрезать бисквиты. Видите, вот этот шоколадный немного больше поднялся горочкой, а этот меньше. Вот эту горку я сейчас срежу, а здесь буквально только вот этот верх срежу чуть-чуть. Вот посмотрите, вот эти шапочки я подсушу в духовке и измельчу до состояния крошки. Чтобы потом можно было обсыпать готовый торт. А вот эти 2 бисквита нужно разрезать на 2 части. Вот этот на 2 и этот на 2. С шоколадным будьте немножко осторожнее, потому что он такой более крохкий. Можно собирать торт. Берем блюдо, на котором он будет. Вот посмотрите, какой густоты получается крем после холодильника. Видите, немного сейчас этим кремом я смажу, чтобы торт не ерзал. И выкладываю первый шоколадный корж. Сверху будет слой крема. Затем светлый корж. Опять крем и так чередуем. Обратите внимание, что сверху у меня оказался низ белого бисквита. Для того, чтобы верх был более ровный. И теперь верх и бока я обмазываю полностью кремом. И после этого я весь торт обсыпаю крошкой. Видите, какую я сделала. Все, я свой торт больше никак украшать не буду. Оставлю в таком варианте. Вы же смотрите по желанию. И теперь прячу его в холодильник примерно часов на 5. Весь торт кило 950. И сейчас я разрежу и покажу вам, что же получилось. Вот посмотрите, торт получается вкусный. Просто готовится и подойдет для тех, кто соблюдает пост. Попробуйте приготовить и вы. Ну и конечно, если вам понравился, ставьте лайк. И подписывайтесь на мой канал. Будем готовить вместе.